Привет, друзья! Меня зовут Нина, и я рада вас приветствовать в своей творческой мастерской. Сегодня я экспериментирую с морилкой Палисандр. Это морилка фирмы Новбетхим. Вот, хотела вам показать, какие из нее получаются разные оттенки. То есть, я разводила с водой, красила также в оригинальный цвет. Вот оригинальный цвет у них обычно изображается на самой бутылочке. И покажу изделия, сердечки. Вот я готовлюсь ко Дню Святого Валентина, делаю вот такие сердца. Хочу вам показать, какие красивые получаются изделия из этой морилки. Вот я здесь оставила такую табличку. Первый вариант у меня не разбавленный. Второй разбавленный с водой в пропорции 1 к 6, и третий 1 к 20. Вот получается первый вариант. Второй и третий. Вот такие красивые оттенки. Вот самый темный оттенок обычно изображен на самой бутылочке, как я уже говорила. Но даже при окрасе он получается чуть-чуть светлее. То есть, здесь он изображен более темным. Вот хочу сказать, что даже те оттенки, которые у меня, ну всего два, они получаются очень красивого, изумительного цвета. В принципе, здесь можно экспериментировать, можно разводить с водой еще и в других пропорциях. Ну, мне нужно было средние и светлые. Вот смотрите, еще раз вам поближе покажу, как это выглядит. Очень красивая палитра. Здесь можно сделать какую-то корзинку и делать градиент. Возможно, я еще буду использовать ее в своих других изделиях, потому что изделия получаются действительно уникальные. Вот посмотрите, у меня в самом светлом оттенке вот такое сердечко. Буду показывать вам трубочки и буду показывать изделия. Вот в среднем варианте вот такое большое сердце. Вот это средний оттенок. Вот этот средний оттенок, пожалуй, он самый интересный. И изделия в нем получаются наиболее интересные. Но, опять же, вот самый темный оттенок шоколадного цвета такого тоже прямо завораживает. Вот такое у меня сердце. Вот посмотрите. И также маленькое сердечко. Смотрится очень красиво, аппетитно. В общем, я хочу сказать, что у меня даже нет такого, чтобы из какого-то цвета мне хотелось плести больше. То есть, мне нравятся все оттенки. И я думаю, что я еще буду дальше экспериментировать. Напишите, пожалуйста, использовали ли вы этот оттенок в своих работах. Какие ваши впечатления. Единственные выводы, которые я еще могу сделать по покраске, что эта морилка, она очень хорошо ложится на трубочки. То есть, окрашиваются трубочки достаточно равномерно. Хотя, сушила я их горизонтально, не вертикально. Мы отлично знаем, что, чтобы трубочки окрасились равномерно, их нужно сушить вертикально после покраски. Вот. Ну, даже когда их сушишь горизонтально, они получаются достаточно равномерно окрашены. Вот. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления. И хотела спросить вас, хотите ли вы, чтобы я показала вам, как плести вот такие сердца. Вот. Посмотрите, у меня здесь из шести трубочек получается. Здесь из девяти. Ну, это обычная косичка. Также есть просто из трех трубочек. Такие сердца мне очень нравятся. И если вам эта тема интересна, если вы хотите научиться плести такие же сердечки, то я могу показать в одном из мастер-классов. Буду ждать ваших комментариев. Если будет много пожеланий, то я вам покажу, как плести одно из таких сердец. Так что экспериментируйте, пробуйте. Если смешать все эти оттенки, то получится прекрасный меланж. И в таком меланже будет очень хорошо смотреться корзиночка или подносик. Такой спектр. Также хотела сказать, что у Морилотнов Бетхим прекрасная палитра. То есть помимо палисандра есть еще другие оттенки. Я пробовала разные. И все они очень хорошо смотрятся, очень хорошо ложатся при покраске на трубочке. Так что всем рекомендую использовать ее в своей работе. И ваши работы будут, конечно же, радовать вас, ваших близких, родных. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Надеюсь, что информация была полезна. Если вам понравились, понравятся такие видео подобного формата, я буду для вас снимать и буду делиться своим опытом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мы с вами встретимся в следующих моих фильмах. Желаю вам всего самого хорошего. И, конечно же, красивых плетеночек. Субтитры сделал DimaTorzok